Ульяновская область Нужно об этом говорить, нужно вырабатывать механизмы и нужно в том числе всему спортивному миру показывать о том, что эта тема у нас не замалчивается, что этой темой мы придаем значение, что все руководство спорта, страны, оно против допинга. Борьба с допингом – это не столько разоблачение нечестных спортсменов, сколько профилактика употребления запрещенных препаратов, считают авторы проекта. И формировать неприязнь к стимуляторам, необходимым со школьной скамьи. Именно поэтому основа проекта – открытые уроки физкультуры с антидопинговой направленностью. Мы хотим в рамках данного меморандума поработать с высшими учебными заведениями Ульяновска, внедрить такие уроки сначала в профильные вузы, а потом в общеобразовательные вузы. В принципе, в наших планах еще внедрить это в медицинский университет. То есть планов у нас много, надеемся на сотрудничество. Первый же открытый урок проводят для восьмиклассников. Они буквально в рот смотрят специалистам Всемирного антидопингового агентства. Всевозможные викторины, игры, конкурсы – все ради одной цели – донести до Шкайров мысль о том, что допинг – это зло. Так как я спортсмен, мне не нужно не принимать никаких мельдоньев, различных допингов, и нужно всегда поступать честно в спорте, играть честно всегда. Авторы проекта «Ульяновская область за честный спорт» выделяют восемь направлений. Среди них не только открыты уроки для школьников и студентов, но и семинары для тренеров и директоров школ как спортивных, так и общеобразовательных, выставки музея спорта и даже конкурсы детского рисунка на тему борьбы с допингом. При этом пока проект будут реализовывать в пилотном режиме, но с непременной задачей в будущем сделать проект всероссийским. Михаил Рассашанский. Новости Ульяновской правды.